Во время тренировки сборной России по фристайлу 23-летняя спортсменка Мария Комиссарова неудачно упала и получила травму. Перелом позвоночника со смещением. По данным Федерации фристайла России у нее перелом позвоночника со смещением. Операция, которая длилась 6,5 часов, прошла успешно. Я верю, я стараюсь, что все получится, все будет хорошо. Я выздоровлю, встану на ноги. Спортсменку отправили проходить лечение в испанский филиал московской клиники. Деньги на лечение собирали всем миром. Всего более 600 тысяч евро. Но Мария так и не пошла. Всем привет! Мы на канале Лив Спейнклаб. Мы рассказываем и показываем все об Испании. Сегодня мою гостью зовут Мария Комиссарова. Она участница Олимпийских игр. Но, к сожалению, Мария получила травму, которая разделила ее жизнь на до и после. Ей пришлось не только покинуть спорт, но и научиться жить заново. Причем в инвалидном кресле. Мария – жена, мама двоих детей и успешный блогер. И мы побывали в ее доме в Испании, в городе Марбейле, для того, чтобы узнать, почему для жизни она выбрала именно Испанию. Я вот как сюда попала на коляске, здесь я начала жить на коляске. И я не знала, куда я могу еще вообще поехать, чтобы я могла жить на коляске. Не существовать, а жить. Потому что, когда мы ездили в Питер делать документы, когда я занималась здесь, я там просто… У меня еще то состояние депрессивное было, когда на меня люди смотрят. Я вот так смотрела, и эти все взгляды… Потом я смотрела, как толпа на их ноги, думала, почему они идут вот это ногами, а я даже… Я сижу на коляске. И вот преодолевать всякие там… Там в паспортный стол, я помню, мы там пробирались, там эти железные, тяжеленные двери там туда-сюда, и там вот ты борешься, борешься со всеми этими. А здесь как бы ты просто живешь. Расскажи, как проходит твой обычный день. Ну, если это будни, то, естественно, есть школа у детей. Я встаю, готовлю им еду какую-то, собираю, одеваю, и муж ведет их в школу. Мы живем недалеко от школы, поэтому легко, пешком они идут. Вот, и потом в 2 часа я уже их забираю также либо муж, кормлю. Потом разные секции, кружки. Но дома ты всем занимаешься сама или у тебя есть помощники? У меня есть помощница по уборке, сейчас есть помощница по готовке, потому что мне это делать, ну, во-первых, не хочется. Во-вторых, это тяжело, потому что, ну, просто вот попробуйте сами сесть на стул и что-то со стула приготовить, находясь на кухне. Это на самом деле очень сложно, и, ну, то есть человек не на коляске, очень, ну, не поймет. Вот, получается, ты полубоком, тебе нам надо из холодильника достать вот здесь, вот здесь руки грязные, как бы ты же крутишь. А то что-то горячее, да? Да, вот, например, воду от макарон слить, самое простое, да, как бы никто не задумывается, сливает и сливает. А мне, я же на коляске, вот я беру эту кастрюлю, а кто будет колеса крутить? У меня, получается, руки заняты, и, ну, у меня там есть способ. Я одной рукой толкаю кастрюлю вот так к раковине, второй, как бы, качусь и, как бы, все время боюсь, что, не дай бог, я на себя это пролью. Поэтому я сейчас, мое время мне дороже, я занимаюсь своими делами. Тем более, согласись, это даже опасно. Ну, да. Потому что ты в любой момент можешь облить себя кипятком. Да, поэтому я предпочитаю делегировать. Вы начали встречаться с мужем до того, как с тобой произошел несчастный случай. После того, как твое физическое состояние изменилось, его отношение к тебе изменилось или нет? Ну, мы встречаемся уже 10 лет, ну, как с момента наших отношений, 10 лет поженились мы, получается, когда я уже была на коляске. То есть, 5 лет назад. Я не скажу, что изменилось. Ну, то есть, мне кажется, это поступок человека, любящего человека. Чтобы не случилось с твоим любимым человеком, ты... Всегда будешь рядом. Да, да. Ну, а как тебе самой далось принятие себя в своем... Ты не назовешь новом теле, да, но в своем новом образе жизни? Ну, на самом деле, это заняло достаточно времени. То есть, это не по щелчку пальцев произошло. Сначала мне там первые месяцы вообще мне не хотелось жить. Я думала, ну что, кто я теперь? То есть, я всю жизнь в спорте была. У меня вообще такой образ жизни, все эти перелеты, сборы, соревнования, тренировки, движуха. А тут я просто, типа, в общем, лежу в этой кровати и ничего не могу сама сделать. То есть, там же вообще первое время, я прям помню это, как меня врачи с обычной больничной кровати перекладывали с помощью такого коврика на такую кровать, на которой как бы тебя мыли в специальная такая комната. Туда вот завозят на этой телеге и тебя там, ну, она похожа на морг. Я не знаю, вот эти железные телеги, на которых как бы моют инвалидов. Да, и там такие шланги, вот как, не знаю, собак может моют. И вот ты лежишь на этой, и тебя вот так вот это моют. И я помню, у меня уже там на ногах волосы отросли. Я им говорю, можете мне побрить, потому что я тогда не сидела, я только лежать могла после операции. И они меня там побрили каким-то станком так плохо, что у меня там что-то кровь пошла. Я просто лежу, и так я думаю, господи, да я же даже ноги не могу побрить сама. Ну, ужасно было прям вот. И потом уже, когда я начала сидеть, когда меня уже научили саму что-то делать, там пересаживаться, когда я могла, грубо говоря, даже там дома оставаться уже на какое-то время одна, ну, я поняла, что, в принципе, жить можно. Я еще в больнице видела этих людей, счастливых на коляске. Я думала, господи, вы чего радуетесь-то? Счастливые такие. У них там все классно, они там на стольный теннис рубятся, там что-то там в баре сидят. А там просто этот центр реабилитационный в Германии, там периодически туда приезжают колясочники на какие-то там курсы реабилитации, то есть которым уже давно, давно у них травма. Но вот они там встречаются, у них как в санаторий, типа, приехать. Я их видела, думаю, господи, что же такого радостного тут? Как можно радоваться там? Ну, потом прошло время, и я уже сама начала как жить, вообще там куда-то ходить, там, ну, даже по набережной там прогуляться. То есть каким-то вещам радоваться. Сначала ты учишься прямо. Но после того, как тебе сделали операцию, если я правильно знаю твою историю, у тебя все-таки тебе давали надежду на то, что ты будешь ходить, что есть лечение, что ты будешь ходить. Ну да, этот доктор Блюм, собственно, с которым мы до сих пор, у нас там суды идут. Это тот, который в Германии доктор? Нет, здесь. Здесь, в Смане, да? Мы же, собственно... В Германии сделали операцию, а потом ты на реабилитацию и восстановление ты приехала сюда в надежде, то что тебя поставили. Нет, мне сделали в Мюнхене операцию, а потом несколько операций. А потом меня перевели в этот Мурнау реабилитационный центр. А в Германии реабилитация заключается в том, что тебя учат жить на коляске, себя обслуживать, заниматься там баскетболом, теннисом. Это больше не реабилитация, а как бы адаптация называется. И у меня там, помню, даже три месяца было уже проплачено. Федерация помогала, там еще люди. И спустя месяц, получается, вот мы встретились там с одним знакомым, он сказал, что вот он занимается в Испании у такого-то доктора, и он сказал, что он может меня поставить на ноги. И я такая думаю, блин, реально, вот меня здесь учат, как жить на коляске, пересаживаться там в машину, в ванну, это все. Но у меня реально не было никакой там реабилитации, в плане, что там с ногами занимались. Я помню, там даже был такой аппарат, я не помню, как он, локомат называется. И я говорила, почему вы меня в этот аппарат не засовываете? А он как бы, как робот, двигает за тебя. Они мне говорят, а с твоей травмой, типа, он тебе не прописан, у тебя вообще нету, как сказать, чувствительности, движений, а его прописывают только тем, кто, у кого есть хоть какие-то движения. Я говорю, ну так вы меня засуньте, может, у меня появятся движения. нет, у тебя не появится никаких никогда движений. Когда мне сказали, что есть такой вариант, что я смогу ходить, да, мы, конечно же, сразу нам еще сказали, все, давайте вы вот сейчас на выходные, слетайте в Испанию, с ним лично познакомитесь, посмотрите. Нам, по-моему, даже билеты купили те ребята знакомые. И мы полетели сюда, вот первый раз. И я такая, о, Испания, тепло, море, класс. Все яркое, сочное. Да. И он сразу мне, этот доктор сказал, я могу тебя поставить на ноги за год. Ну, это будет стоить столько. И... Сколько это стоило? Ну, тогда он сказал 27 миллионов рублей. Ну, тогда был курс 40. Смотри, тренировка стоит полторы тысячи евро в день. Нужно заниматься каждый день без перерыва. Ну, и на тот момент... Стоит 5 тысяч в месяц. Да. На тот момент посчитали, было 27 миллионов, там курс 40 он был. Но поскольку мы же, ну, уже когда переехали, стали заниматься, там курс рос, а все равно мы платили в евро. И там в общей сумме, я уже не помню, мы судились там на 55 миллионов рублей. Сколько ты прозанималась с ним, когда ты поняла, что это все безрезультатно? Ну, я занималась. Прошел год. Результата не было, как он сказал, что я буду уходить. Они говорят, надо еще время. Ты плохо занималась. Ты прогуливала. Вообще, что-то за год хоть какие-то вообще изменения с тобой произошли? Ну, я верила в это. И мне это навязывали очень сильно. Потому что я занималась, когда ты занимаешься, блин, целый день, каждый день, у тебя вообще нет ни выходных, ничего. Конечно, твое тело будет сильное. У меня была там сильная спина. За счет этой спины я могла двигать тазом. Стоять там на коленках, например, потому что, ну, это очень сложно, когда ты не чувствуешь мышц. Ноги у меня выглядели как у здорового человека, то есть накаченные, потому что ими занимались. Ну, в целом, я себя чувствовала хорошо. вообще, в принципе, я переехала в Испанию, где суперский климат и хорошая, благоприятная вообще атмосфера для жизни. Просто я чувствовала себя хорошо, но прямо, чтобы каких-то движений не было. И вот он говорит, еще надо, еще собирайте денег. Мы стали еще собирать. А кто тебе финансово помогал? Ой, мне помогала федерация, потом еще помогали там люди обеспеченные, потом собирали через фонды, через звезд разных, через... Я уже, ну, разные способы были. и когда уже прошло время и все же ждали какой-то результат, а они еще постоянно снимали видео у меня, что вот, смотрите, у нее там двигаются мышцы. Ну, то есть, если там на нее надавить, она включалась. Это было для того больше, чтобы еще собирать денег, что люди видят, что прогресс есть и что вот еще надо еще чуть-чуть. А потом, когда у нас уже стали заканчиваться деньги, потому что уже прошло полтора года, ничего нет, это мы им говорим, ну как, так, когда что-то будет? Ну, вот вам еще-еще надо позаниматься, вы вот пропускаете, а когда вы пропускаете, мы там, допустим, уезжали там на неделю в Россию, потому что надо было документы делать, мы же по обычной визе были, а чтобы сделать вид на жительство, это там надо достаточно времени. Пройти огонь в обменные трубы, да. И вот вы пропускали, вам надо там этот, неделя пропуска, это как месяц откат назад, то есть там вот это прибавляете еще, и потом мы уже стали сомневаться, потому что начали читать и в интернете отзывы про этого доктора, что он там, мамочки продают последние квартиры, чтобы там своих ДЦПшных детей вылечить, а в итоге ни дети не вылечены, ни недвижимости. Все деньги поплачут. И говорим, у нас больше нет денег, ну вот заканчивается, что нам делать? Ну приезжайте сами занимайтесь типа в клинику. Мы стали ездить туда, и меня муж как бы тренировал на этих тренажерах, но никто, интереса до нас не было, никого. Но все равно же за это нужно было платить? Нет. Ну как бы сказали, приезжайте сами, но к нам никто не подходил, а мы просто делаем, а не понимаем, что мы делаем. И время идет, и нет никакого результата, и ты сидишь, а там знаешь, упражнения серии, вот надо было вот так ногу двигать, вот так вот в одну сторону, в другую сторону, и мы там по 6 часов в этом зале, и думаю, а вдруг мы теряем время уже, вдруг надо еще что-то пробовать, потому что чем как бы старше травма, тем сложнее что-то уже сделать, да. все, в какой-то момент мы прекратили, поехали, по-моему, в Берлин, меня позвали там экзоскелет пробовать тоже такой робот, ну и все, спустя время уже обратились уже в суд, то есть вышла на нас компания, которая занимается инвестированием судебных процессов, и вот с помощью них мы уже стали, сколько уже, блин, пять лет, мне кажется, мы уже судимся, это как-то помогло хотя бы что-то вернуть, не знаю, ну вот недавно мне выплатили три миллиона рублей, это чисто моральный ущерб, не возмещение убытков, только моральный. А доктор до сих пор трудится? да, да, здесь, ну вот у него головное дело заведено, то есть он в Интерполе даже, но здесь его, я так поняла, Испания не выдает, или не знаю почему, но, то есть если он в России... до сих пор продолжает тянутся из людей деньги, я знаю, тут народ ходит к нему, а в России... А он вообще хоть кому-нибудь помог? Есть у него какие-то приятные... Ну, только по рассказам я слышала, ну, я не видела этих людей, кому он помог. Мама, когда ты уже будешь на ногах ходить? Скоро, сама. Тебя не отпускали, не отпускали, эй, 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 скажи еще такой вопрос, вот дети, они задают тебе вопросы, вот почему ты на коляске, что с тобой случилось, ну, можешь ли ты, сможешь ли ты ходить, или они, как-то у них это... Нет, ну, они знают, что мама упала на лыжах и сломала спину, но спрашивают иногда, мама, ну, когда ты уже будешь ходить? Типа там, давай с тобой уже в догонялки поиграем, я говорю, так давай, я на приставке за ними бегаю, можно сказать. Попробуй догони еще. Ну, то есть бывает, да, спрашиваю, я говорю, не знаю, сынок, надеюсь, что скоро. Ну, вообще, есть хоть какой-то маленький шанс? Ну, конечно, я допускаю, я жду, что уже что-то придумают, вот подала анкету в Америку, там есть такой Spinal Cord Injury Research Center, у них есть такая программа Victory Over Paralysis, типа победа над параличом. Я не заполняла там анкету, но там очень много туда, кто заполняет анкету, и ты ждешь, пригласятся, не пригласят. Они ставят какой-то чип, позвоночник, который помогает соединить мозг вот головной проводимость, чтобы было. И ты там должен жить, в штат Луисвилль, по-моему, тренируешься там. То есть там есть, по-моему, группа, кому ставят этот чип, они ничего не делают, не тренируются, а есть кому ставят, и они тренируются у них в центре, по-моему, полгода. Вот у меня сейчас одна знакомая там говорит, что у нее там улучшились какие-то ощущения, что это прикольная тема. Ну, я как бы жду. Там ты не можешь туда за деньги или как-то, если ты им подойдешь там по уровню травмы, по еще каким-то другим своим качествам. Я до этого не задумывалась. Ну, просто сейчас я уже даже привыкла что-то делать, даже как я ту же обувь одеваю. То есть у меня, у меня нет чувствительности в ногах, получается, мне надо ногу в руку взять, засунуть так, чтобы пальцы там не завернулись, я их не чувствую. Ну, обувь специально удобно, вижу, да. Вот впихнуть пятку и там вот еще потрогать, чтобы у меня там не завернуты были, потому что у меня есть там кроссовки одни, в которых у меня завернулись пальцы, я вот так проходила весь день, а я-то этого не чувствую, потом достаю, у меня просто эти все косточки красные, все надавленные. Видишь, никто бы даже не подумал, казалось бы, ну, а надела туфли и надела, да? Да, и обувь тоже сложно подбирать, там, допустим, на каблуках я не могу, потому что они не стоят на ступеньке, на коляске, я же ноги не могу контролировать, они будут разваливаться, падать, и много нюансов всяких. Я знаю, что многие задаются вопросом, как же одеваются люди с ограниченными возможностями, особенно те, у кого они чувствуют ноги. Сейчас я вам все покажу. Чтобы надеть штаны, я беру ногу в руку и вставляю в дырочку от штанов, вот так. Хорошо, если это широкие штаны, она входит легко, если это узкие джинсы, то пальцы могут довернуться, она может застрелиться. Так же беру вторую ногу в руку, вставляю в эти же штаны. Далее, беру руками опираюсь на коляску, вот этими пальцами захватываю в начале штанов, приподнимаюсь на руках и в этот момент делаю подступать движение, чтобы войти к штану. Подтягиваю и теперь я облакачиваю с плотцом на стенке коляски сзади тяну на верх. Вот, собственно, и все. Когда ты приходишь в какие-то общественные места, в кафе, приводишь детей в школу, ты заметила, что в Испании все-таки меньше каких-то взглядов таких, знаешь, со знаком вопрос? Или это может быть мне просто со стороны так кажется? Ну, я уже давно, если честно, не обращаю на это внимание, а потом вот этим летом мы идем с подружкой, она такая идет, говорит, блин, что на нас так все смотрят, типа, я думала, может, я в тапочках вышла из дома, а потом вспоминаю, что я же иду с тобой, типа, ты на коляске. Я говорю, да ладно, что смотрят, она такая, да, вот так все смотрят, а я просто уже реально не замечаю, потому что столько лет, во-первых, прошло, я уже привыкла, плюс хейт в блоге, вот эти вот все высказывания, ну, то есть я вообще уже абстрагировалась от всего, и зачем мне смотреть еще на людей, которые там что-то на меня смотрят. Вот так вот в дырочку раз, в дырочку два. Все, заехала, я закрыла, закрыла, потом вот так вот передние колесики, чтобы оторвались, чтобы они не врезались. Ну, нет, когда на машине еду, куда-то я с собой не беру. И все, вот, собственно, здесь у меня телевизор, где можно скорости переключать, заднюю включить. Коляска же тоже во многом облегчает жизнь, то есть обыкновенная инвалидная коляска, да, и такая, это же вообще небо и земля. Ну, это называется приставка к коляске, ее можно к любой коляске приставить. И вот у меня... Это ты здесь покупаешь в Испании? Нет, это русский производитель, он занимается, собственно, вот этими, ну, то есть уновил. И за счет нее я вот по ней езжу, здесь везде вожу, и везде детей. То есть я смотрю, ты же вообще там на такой скорости едешь, то есть за тобой тебя и не догонишь. С такой коляской я даже вот в эту горьку не поднимаюсь, ну, как бы руками все это крутить, это, конечно, ужас. Сколько стоит такая приставка? 150 тысяч рублей. И как часто ее надо обновлять? Ой, ну, у меня уже она давно, просто сейчас у меня будет новая коляска, вот, я хочу новую приставку тоже сразу, чтобы в комплексе. хорошая вещь, я как бы до этого не знала, ну, сколько я, на ней уже, наверное, лет 5, наверное, да, вот, как дети родились, и я везде могу их возить, и в садик, и в школу, и... Ну, дома ты же без нее перемещаешься. Дома, конечно, да. То есть это просто для того, чтобы быть более, более подъезжим в городе? Ну, как скутер, да, как вот ездят бабушки на таких, знаете, садятся, я с таким же колесом. Когда я была в Германии, вот, все это со мной случилось, в больнице, когда тебя учат вот на коляске только кататься, вообще пересаживаться, там дают тебе коляску, и потом они говорят, вам нужно приобрести коляску, потому что, ну, когда вас будут выписывать, вам нужно свалить на свои коляски. И они, ну, говорят, что нужно, значит, вам коляску для улицы, коляску для дома, коляску для душа, коляску для... вертикализатор, это который так чик-чик, и может тебя как бы вертикально сделать. Коляску для спорта, по-моему, ну, короче, там 5 колясок. они там всего нам насчитали, и когда мы узнали, сколько вообще стоит коляска, первая коляска, которую моя вот была, она у меня сейчас в гараже стоит, 6 тысяч евро. Просто обычная коляска, когда узнала цену, ну, велик, спортивный, клевый велик, там, карбоновый, сколько он, 2000 стоит, классный, можно купить, а коляска, которая просто, это железо, 6 тысяч, и нам потом объяснили, что бизнес на инвалидах, это такой очень большой бизнес. Хотя без велика это прожить можно, а вот никто без коляски тебя не проживет. и это реально бизнес, и там все делают под тебя, там по замерам, там цвет любой, все. Мы сказали, дайте нам одну, и все, нам надо было резко свалить, когда мы решили в Испанию лететь, все, у нас было 3 дня, и мне там за 3 или 4 дня сделали просто самую обычную коляску, и там один знакомый человек мне сказал, слушай, не нужно тебе 5 колясок, ты же хочешь ходить, зачем тебе обставлять себя вот этими всеми инвалидными причиндалами, потому что, как я уже сказала, в Германии, там тебя учат адаптироваться, всем этим пользоваться, да, и вот человек, как мне показалось там, он попал в аварию, мы сказали, все, ты инвалид, он такой, окей, я инвалид, и вот он начинает учиться вот это все делать, накупает себе домой там ручки, поручни, там краны, вертикализаторы, краны, которые его в ванну засунут, кран его из машины достанет, ну, то есть он такой окей, и как бы понимает, что надо, а вот русские, как я могу сказать, даже паралимпийцы, видно, какие самые сильные у нас в мире, они, они, ну, то есть, хотят добиться и добиваются, и я тоже говорю, нет, мне не нужны все эти ваши краны, вот мне одну коляску, чтобы, уйти из больницы, и, собственно, я буду делать все, чтобы встать на ноги, вот, ну, значит, это коляска, на ней я проездила, сколько, по-моему, три или четыре года, и потом я полетела первый раз сама на выставку в Дюссельдорф, то у меня уже был ребенок, вот ему, по-моему, был, я узнала, что вот это будет выставка, и как раз вот эти ребята, которые делают вот эти приставки, позвали меня туда, как, как амбассадора, чтобы я ее демонстрировала, я на ней там ездила, я поехала, мне так понравилось, там, ну, это выставка, вот опять же, про все эти фишки для инвалидов, то есть, как себе облегчить жизнь, называется, но также есть прикольные штуки, типа, вот, великов для этих инвалидов, для вот эти приставки, ну, то есть, были какие-то прикольные вещи, которые, вроде, и можно приобрести, и, значит, я познакомилась, там, я увидела, там, вот эти вот коляски, Ария, стенд был, а там так сделано было классно, такой черный стенд, и они выглядят не как коляски, а как просто, ну, какой-то, типа, космический аппарат, и это клево, что вот коляски есть такие, знаете, как в русских больницах, просто вот за 5000 рублей, такая телега, на которой, в аэропортах еще часто такие есть, на которой просто нереально, не двигаться, ничего, я один раз в аэропорту с такой упала, вот, а эти прям смотришь, и, а я же девочка, мне хочется, ну, красиво, чтобы было модненько, и все, я попробовала тогда эту коляску, и они заинтересовались мной, потому что я уже тогда блог вела, и у меня там было, не помню, сколько подписчиков, но мы с ними познакомились, с теми ребятами, вот, кто хозяин, как сказать, владелец, собственно, этой фирмы, он сам на коляске, Стефану его зовут, и я с ними договорилась, что они мне сделают коляску по себестоимости, то есть, как для работника фирмы, вот, я такая думаю, блин, я хочу новую коляску, реально, у меня уже время прошло, что та уже вся в песке, потому что мы жили в Испании, так они сколько в среднем стоили, если мы не по себестоимости, ну вот, я говорю, я заплатила на нее 3000 евро, получается, это 50% они мне, по-моему, сделали, то есть, она там даже чуть больше 50, они мне сделали, но она, по-моему, под 7 стоила, вот, и я думаю, да, ну, мне уже надо новую, вот они мне сделали, вот эту коляску, я стала в ней больше фоткаться, потому что она выглядела уже, ну да, красивая, беленькая такая, но уже прошло снова 5 лет, вот я снова сейчас ездила на выставку к ним, и мы уже с ними обсудили, и сейчас они мне коляску присылают бесплатно новую, потому что я как амбассадор уже, потому что, ну, у меня постоянно много всяких фотосессий, они брали мои фотки на этой коляске, себе все выкладывали, и я говорю, ну, давайте уже сотрудничать конкретно, потому что видно же везде название, что я на этой коляске, а я, естественно, всегда фоткаюсь на коляске, потому что без нее пока не могу, ну, в основном, и все, они сейчас, я приехала на выставку, они такие, все, Мария, будет у тебя через месяц новая коляска, давай, мы тебе сделаем классно, все, 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 и сейчас вот они мне приезжали, специальный человек тоже, все люди такие, а что тебе сразу, типа, там не дали коляску, нет, это же целый процесс, сделают замеры, от бедра до колена, от колена до стопы, спинку высоты, от уровня травмы, колеса, там есть эти резиновые ручки, металлические, карбоновые, некарбоновые, цвет можно спиц разный сделать, можно этого цвета разный сделать, и прям представитель фирмы к тебе приехала, сделал все эти замеры, да, да, сделал замеры, тормоза можно другие сделать, вот эти ручки можно другие, сделать спинку другую, крылья другие, там, ну, вообще все, кстати, я хотела спросить, ты как садишься в машину, я прошу всегда кого-то, чтобы, да, ну, я могу сама ее разобрать, и засунуть, но это дольше, я все испачкаюсь, потому что колеса уже грязные, а так я, ну, обычно куда-то приезжаю, ну, люди отзывчивые, не отказывают, ну, ты вот приехал в магазин на парковку, и ждешь, сначала надо подождать, чтобы кто-то проходил мимо, ну, нет, вот в больших, там обычно на парковке есть эти сотрудники, на инвалидных местах, там, под землей, там, охранник, все это, а если куда-то я приезжаю, иногда смешно получается, когда кто-то проходит, я, типа, аюдаме, аюдаме, он, типа, что, я говорю, ну, достань мне коляску, а он смотрит на меня, ну, как бы по мне не скажет, да, и женщина сидит, и как поймешь, что ей, я говорю, ну, там коляску в багажнике, достань мне, все, все достают. А вот в плане медицинской страховки, ты же делала, скорее всего, это сейчас, да, были для тебя какие-то особые требования, либо, может быть, у тебя страховка стоит дороже, чем... Ой, меня не хотел никто страховать вообще, когда мы только приехали, там же нужно было и страховку сделать для ВНЖ, и мне все отказывали, потому что у меня вот, ну, параплегия, потом мы сделали страховку через банк, ну, когда все открываешь, ну, ну, не говоря про мои вообще какие-то болезни, про мою, потому что нам нужна была страховка, а все отказывали, и все мы сделали через банк, и спокойно, сколько я, 8 лет уже по ней здесь живу, и два раза я рожала, ну, то есть я не лечу свой недуг, так сказать, по этой страховке, хашель там, не знаю, что там, температура, но они же, когда ты обращаешься, они же видят там, что, у тебя есть инвалидность, и она в страховке нигде никак не указана, ну, они не видят, а как они видят, ну, хотя, рожала я два раза по страховке, ну, у меня было Кесарева, ну, я не знаю, просто врачи это одно, а страховая это другое, и я не думаю, что врачи там как-то что-то передают, ну, нет, мне все как бы покрывали, и нормально. Давай немножко еще вернемся к теме помощи, помощи финансовой от государства, да, она у тебя была в таком объеме, что ты могла на эти деньги жить в Испании, или нет? Ну, мне получается, на 10 лет фонд олимпийский выплачивает каждый месяц по 100 тысяч рублей, в течение 10 лет, вот они уже скоро закончатся, через год. И тогда все перестанет, все выплаты закончатся. Ну, не знаю, может, если им написать письмо, продлят, но еще мне платят, естественно, фонд социального страхования, то есть, сколько я получала на момент травмы денег на всех работах в сумме, столько мне должны выплачивать денег до конца жизни, каждый месяц, и поскольку я получила травму уже на рабочем месте, а у меня стопроцентная потеря трудоспособности, поэтому полную сумму, у меня там порядка 70 тысяч рублей, по-моему, то есть, я работала на тот момент в Министерстве спорта в Москве, ну, как спортсмен, плюс в Питере, тоже в комитете в Олимпийском, и вот там очень хороший человек нам тогда попался, который помог все вот эти документы правильно оформить, то есть, потому что от того момента зависело до конца жизни, сколько мне будут выплачивать, вот, и пенсии еще есть инвалидные, там, 20 тысяч рублей, ну, на самом деле, на эти деньги можно, в принципе, прожить, что там, 200 тысяч рублей, это сейчас 3000 евро, мне кажется, можно и не работать. Мария, ты у нас очень знаменитый блогер в Испании, не только в Испании, но и в России, я бы хотела с тобой поговорить немножко как вот с опытным человеком в плане того, как ты оцениваешь блогинг в Испании, почему многие, кто переезжают в Испанию и начинают вести блог, обычный лайфстайл, рассказывают про Испанию, быстро опускают руки, потому что не видят, что здесь блогерство развивается, вот как в твоем? Ну, вообще, изначально надо понимать, кто твоя аудитория, для кого ты снимаешь, собственно, ведешь блог. У меня аудитория, ну, русскоговорящая, поэтому я веду блог, собственно, на русском языке. И когда я переехала сюда, то есть здесь я уже начала в основном развивать свой блог, то я в первую очередь все снимаю для них. И меня зачастую спрашивают какие-то местные бренды, то есть не то чтобы испанские, а есть местные, например, там, кафе или какая-то косметология. И они мне спрашивают, сколько у тебя русских, которые здесь живут? А это очень сложно понять, потому что когда все создают страницу, пишут там свой родной город, то есть у меня там, допустим, Питер стоит. И то, что я живу здесь, об этом нигде как бы не говорится. Ну, то есть понимаете, да, что все, кто переехал сюда, у них у всех стоит изначально свой город, откуда они. Я не могу сделать из этого вывод, что у меня есть местная аудитория и сколько ее. Поэтому очень сложно предоставить статистику, сколько вот у меня местной аудитории. Потому что я когда вот летаю, летом особенно, я же там хожу по улицам, постоянно встречаю, то есть здесь-то, конечно, намного реже, а там прям постоянно, и ты такой думаешь, вот они вообще прям рядом, подходят, да, зачастую стесняются, но на самом деле я сама стесняюсь, потому что потому что вот недавно случай был, когда я Меладзе увидела и такая, и он идет, и ты вроде такой улыбаешься и понимаешь, что ты его знаешь, хочешь ему что-то сказать, но не, ну, И также, когда я встречаю своих подписчиков, они такие, Мария, здравствуйте, мы на вас подписаны. И я такая, думаю, а что мне им ответить? Типа, классно, молодцы, или, ну, спасибо, что подписаны. И я сама смущаюсь и такая, ну, давайте сфоткаемся, предлагаем, чтобы, потому что они потом все, ой, и мы вас встретили и не сфоткались, типа, ну, забыли, там, мысли были не о том, я им сама говорю, давайте сфоткаемся. Ты пробовала здесь, в Испании, с кем-нибудь сотрудничать, с другими блогерами, с какими-то, мы сейчас не говорим про испанцев, а нашими бизнесами, с которыми ты могла сотрудничать и на этом зарабатывать. Возможно, это какие-то косметические салоны, рестораны русскоязычные, магазины, какие-то, здесь же тоже некоторые занимаются производством, шутят вещи. Пробовала? Ну, если честно, не очень я это все люблю. Если меня кто-то позовет, там, мне там тортик из серии девочка привозила, привозила за рекламу, но в основном все за бартер. То есть, в России уже там давно за бартер никто, как бы, не соглашается из крупных блогеров, за оплату работают. А здесь я соглашаюсь на бартер, потому что, во-первых, если какие-то там начинающие бизнесы, маленькие, ну, хочется тоже их поддержать, как здесь. Вот. И если это реально что-то прикольное, почему бы нет? вот я говорю, девочка сейчас начала здесь делать там блинчики, тортики, готовить. Она мне все, давай я у тебя куплю рекламу. Я говорю, давай мне едой, мне нужна еда. И вот она мне делает периодически, ну, реально вкусно, я рассказываю в своей аудитории, что вот я доказываю. Началось все, она мне просто на день рождения хотела подарить торт, ну, то есть, ни за что, просто вот хотела подарить. и потом мы уже поговорили, я говорю, конечно, давай, ну, реально вкусно, поэтому, что еще было? Есть, я уже не помню, то ли вещи, то ли что-то, они все очень много хотят, еще хотят это все по бартеру, потом много спрашивают, и ты зачастую думаешь, ну, нет, я лучше не буду, чем тебе потом весь мозг вынесут. Да, и у меня на самом деле в Россию, когда я приезжаю, у меня там намного больше вообще каких-то проектов рекламных, и очень много брендов хотят на рекламу, и у меня прям вот можно летом ездить на заработки как бы домой, потому что сюда, например, много чего не, ну, сложно доставляется. Сейчас так вообще... Да, допустим, даже стиральные порошки там есть классные, там не буду называть бренд, я, в принципе, ими и так пользуюсь, когда там живу, и вот тебе там их присылают на рекламу, еще платят деньги, ты их рекламируешь, ну, просто потому, что ты ими пользуешься, и так. Сюда, естественно, я не могу рекламировать оттуда порошки, что я сюда их привезла, ну, потому что это нелогично. Что ты можешь пожелать зрителям, которые также находятся в инвалидном кресле, те, которые, возможно, совсем недавно попали в какую-то такую неприятную ситуацию, как найти в себе силы для того, чтобы научиться жить заново, получать от жизни удовольствие и даже элементарно просто хотеть жить? На самом деле, это сложно, пока человек сам не почувствует вот этот вот вкус к жизни, не поймет, что можно жить и на коляске, но я просто хочу сказать, что не надо ни в коем случае отчаиваться, что жизнь возможна и на коляске, и путешествовать можно на коляске, и с какими-то там травмами или с какими-то особенностями по здоровью. Можно оставаться любимой женой, мамой, да? Да, конечно. Ну, то есть, я вообще не знала, что там у меня получится даже иметь детей, будучи на коляске, потому что я хотела сначала встать на ноги и потом уже там заводить семью, детей, а ждать чего-то, мне кажется, ну, нет смысла, потому что время идет, все мы не молодеем, поэтому не отчаиваться и продолжать жить, продолжать что-то делать, главное не стоять на месте и не себя как бы не сжирать и не откатываться назад, потому что ты там будешь лежать и думать там блин, я инвалид, я там урод, мне так плохо, ты сам себя начинаешь сжирать и тебе от этого не лучше становится, а хуже только. Поэтому ты наоборот должен такой быть деятельный, там что-то куда-то это, движуха, движуха. У меня всегда там вот когда какой-то движ, то есть тебе это не дает в депрессию ходить, грустить, там что-то думать о том, что да, я на коляске, вот я такая бедная вся, то есть ну просто потому, что нет времени об этом думать. Спасибо тебе большое за наш откровенный разговор. Я желаю тебе всегда оставаться такой же позитивной, сильной, красивой, молодой. Спасибо. Вот. И я думаю, что наш с тобой разговор будет очень вдохновляющим для многих. Вот. Спасибо еще раз. Спасибо. Всем спасибо. Я благодарю вас, что вы смотрели это видео, надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте подписываться на наш канал, пишите комментарии и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok